Украинские военные Украинские военные На данный момент мне добавить нечего. Любая эскалация вызывает озабоченность, но конкретно по этой теме комментариев у нас больше нет. Джен, помимо опасений, что Россия может использовать артиллерийские удары украинской армии в качестве провокации, нет ли у вас беспокойства в связи с ущербом, который эти удары причиняют? Под обстрел попал дом престарелых. Считаете ли вы, как в случае с Израилем и Газой, что украинцам нужно прилагать больше усилий для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения? Мэтт, у меня нет никаких подтвержденных данных о том, откуда летели эти ракеты. Поэтому в таком аспекте я об этом говорить не могу. Конечно, мы за деэскалацию. Но эскалация – это по большей части результат действий российской стороны и российских сепаратистов. Понятно. Но не считаете ли вы, как в случае с израильтянами, что на украинских военных лежит ответственность за то, чтобы попытаться свести число жертв среди гражданского населения к минимуму? Считаем. И они на протяжении последних нескольких месяцев поступают именно так. Именно так? Как мне кажется, многие скажут, что украинские военные этого не делают, что ведется беспорядочный огонь или, по крайней мере, что снаряды попадают в гражданские объекты. Вы говорите, сейчас это у вас обеспокоенности не вызывает? Любые жертвы среди гражданского населения вызывают обеспокоенность, но украинцы принимают все меры, чтобы свести число жертв к минимуму. Вы считаете, что они проявляют сдержанность? Да, мы так считаем уже на протяжении нескольких месяцев конфликта.